Если показать, здесь они в очень хорошем виде сохраняются. На вид непонятная замороженная субстанция надели возможный прорыв в лечении онкологии. Сотрудники лаборатории Дальневосточного университета после долгих исследований выявили, что в этих иглокожих содержится ценное вещество под названием порфирин. Под его воздействием раковые клетки погибают. Мы пытаемся найти минимальную концентрацию, при которой гибель клеток сохраняется. Чтобы при использовании данной концентрации уже на живых организмах мы не нанесли вреда здоровым клеткам. От яда до лечебного свойства всего несколько миллиграммов. При больших дозировках порфирин может уничтожить все живое в организме. Но ученые предполагают, что вещество из этих иглокожих можно использовать и при фотодинамической терапии, когда воздействие на здоровые клетки минимально. В раковую опухоль или вблизи нее доставляется вещество. Это вещество проникает в клетки, но не убивает их, поскольку оно в этих концентрациях довольно безвредно. Однако затем происходит локальное облучение светом опухоли, светом определенной длины волны. И будучи возбужденным таким лазерным фокусированным облучением, фотосенсибилизаторы переходят в активное состояние и начинают убивать все вокруг. В химической лаборатории на стадии доклинических испытаний еще одно вещество из подводных обитателей. Алкалоиды выделили из морских губок Индийского океана. Исследования проводили на мышах и крысах, в мозг которых пересадили раковые клетки. Результаты порадовали ученых. После введения алкалоидов в пораженном органе подача питательных веществ к опухоли прекратилась. Сейчас ученые искусственно синтезировали вещество, полученное из морских губок, превратив его вот в такой сухой порошок. Продолжают испытания и напоминают, что те препараты, которые получают, далеко не лекарства от рака.